Доброе утро. Доброе. Так, коллеги, всем доброе утро. Прошу прощения за небольшую задержку. Напишите, хорошо ли вы нас слышите, видите, и мы начнем вебинар. Сегодня... Да, отлично. Сегодня в чате с нами будут наши коллеги, наши партнеры. Они будут отвечать на ваши вопросы, и если будет необходимость, вы можете к ним обратиться. Я сейчас пришлю две ссылочки на страницы наших партнеров. Вот, отправляю в чат. Так, давайте немножко еще подождем коллег, чтобы все подключились. Если вдруг нас не видно, не слышно, просто переподключите, заново зайдите в вашем браузере в вебинар, как мы сейчас с Юрой делали, прежде чем начать. Пишите нам вопросы в чат, мы будем рады на них отвечать. Вообще, мы любим отвечать на вопросы. Так что, чем больше вопросов, тем лучше. Запись, конечно, будет. Так, кто-то пишет, что нет звука. Юра, слышали ты меня? Да, я тебя отлично слышу. Ага, хорошо. Сергей, попробуйте переподключиться. Коллеги пишут, что звук есть. Запись будет на нашем YouTube-канале BITREX24. Через несколько дней коллеги выложат туда, можно будет пересмотреть, если вы найдете для себя что-то полезное в нашем вебинаре. Презентацию видно, а вас нет. Даже не знаю, что есть. Я тебя вижу, вижу презентацию. Может быть, разрешение экрана маленькое, и просто кубики не помещаются. Либо свернуто что-то. Ну, то есть я тебя вижу отлично. Окей. Так, значит, начинаем. Если что, напомню, если кто-то вдруг подключился только сейчас, что с нами сегодня в чате наши партнеры, которые будут рады тоже отвечать на ваши вопросы и проконсультировать вас при необходимости. Про что мы сегодня будем разговаривать, про что будем рассуждать с Юрой. Тема нашего вебинара – это второй шанс для вашего бизнеса. Здесь мы подразумеваем вторую луну пандемии коронавируса и вообще возможности и шансы, которые открываются перед бизнесом при таком явлении, как пандемия. Итак, поехали. Что было в первом... Причем именно шансы, которые открываются, потому что это не проблема, на самом деле, пандемия. И это не создание того какого-то кризиса для вашей компании. Это на самом деле шанс немножко подумать и перестроить свой бизнес для каких-то изменений в лучшую сторону. Да, на самом деле мы видим по первой волне коронавируса, что были компании и были бизнесы, которые действительно начали перестраивать свои процессы, перестраивать свой подход к продажам, подход к взаимодействию клиентам и выиграли даже с первой волны. Но все-таки были все... На самом деле это самые ярые такие люди, которые готовы перестраиваться на любое изменение, любое колебание. Это, наверное, люди, которые перешили и 90-е, и не только 90-е. Все остальные, я видел в массе, в своей, они пережидали. То есть люди просто понимали, что это явление, скорее всего, временное, что его исправят, и появится вакцина или еще что-то. И они просто пережидали, потому что все равно в любой компании есть небольшие запасы по деньгам. Если сотрудников отправить без содержания условно, если возможно остановить работу предприятия, то это можно сделать и переждать. Но, к сожалению, не переждалось. И с нами пандемия и эти изменения, которые произошли, даже если завтра выйдет вакцина и всем ее уколят, уже изменились люди. К сожалению, чуть-чуть изменились люди, изменилась конъюнктура на рынке. Да, и вот мы как раз хотели поговорить немножко про то, что нам несет вторая волна. Я здесь продолжу Юрину мысль, что уже становится понятно, что просто пережидать, ничего не делать, и работать всегда как прежде уже, наверное, не получится. Уже становится понятно, что всем нужно что-то делать. Кроме того, мы видим, как большие и крупные магазины, вроде Озона, Вайлбериса, Ламоды, Икея, в общем, вы сами назовете магазин, который, вспомните, говоря о крупном магазине, как они забирают большую долю рынка, и как мы все чаще покупаем все в онлайне, начиная от каких-то товаров первой необходимости, вроде лекарств, заканчивая какими-то подарками на Новый год вот сейчас, да, и какими-то декором для дома, свечами и так далее. То есть мы уже меньше думаем про оффлайн, мы меньше ходим куда-то в магазины и больше все смотрим на какие-то онлайн-площадки, где можем сделать покупки. Самое интересное, что изменения привычек происходят даже на таких рынках, которые никогда не ожидались о том, что они изменятся. Смотрите, как изменился вещевой рынок. Если раньше, ну, я разговаривал там с собственной супругой или с ее знакомыми, они говорили, да, никогда в жизни, да, чтобы я покупала в онлайне одежду, а как это возможно? Ее нужно пощупать, ее нужно померить, ее нужно прикинуть, нужно там 15 минут постоять около зеркала, покрутиться и так далее, так далее, так далее. Что мы видим на данный момент? Такие компании, как Валберис, Ламода отправляют без проблем 3-4 вещи с ожиданием того, что купят всего одну, что их спокойно померяют, вполне хорошо организованы у них точки выдачи, на которых клиент может спокойно удовлетворить свою потребность, померить, пощупать, посмотреть и, в принципе, даже полностью отказаться от вещей и вообще ничего не купить. И заказать еще раз, ему придут другие вещи, которые он тоже пощупает и потрогает. И все, привычки поменялись. И я вот уже вижу, что супруга прекрасно заказывает вещи в том же Валберисе, делает там покупки. И, соответственно, изменилось уже даже и ее поведение, хотя она была вообще не приверженность всяких онлайн-покупок или вот такого e-commerce, нестандартного в ее понимании. Да, и на самом деле, мне кажется, такое изменение, оно касается уже не только одежды, для кого-то одежда уже привычнее, но даже тех сфер, которые раньше было сложно представить себе для онлайна. Это, например, какая-то бьюти-сфера, вроде кремов или духов, когда нам всегда казалось, что ну как я могу что-то купить, не попробовав, не придя в магазин, не проконсультировавшись, не понюхав, не потрогав эту вещь руками. И теперь мы видим, что даже в оффлайне мы не всегда получаем ту консультацию, которую мы хотим получить, мы не всегда получаем тот объем информации о товаре, который мы хотели бы получить. И нам становится все легче найти какие-то отзывы, какие-то, не знаю, осмотры товара, какие-то рекомендации на Ютубе или в социальных сетях или на площадках с отзывами и за счет этого сформировать какое-то свое представление и сделать покупку. Но... Ну, везет пока в этой сфере, еще нету возможности пощупать и потрогать так же, как и одежду. Я думаю, это скоро и здесь начнет и здесь работать, и люди так же будут ходить и пытаться, заказывая какие-нибудь, не знаю, условные духи, они будут приходить на точку выдачи в виде пробников, люди смогут их попробовать и забрать один из нескольких бутылечков, который им нужен. О, Ольга как раз пишет, что даже ипотеку удаленно, и да, смотрите, сфера, которая на самом деле никогда раньше не требовалась как удаленная работа, это сфера ипотек, даже она начала работать удаленно. На самом деле не обязательно тому же банку или какой-то ипотечной компании сталкиваться с клиентом, все документы можно переслать онлайн, даже если какие-то оригиналы нужны, их можно тоже показать, прийти один раз, все остальное можно сделать удаленно. И вот такие даже сферы начинают меняться и перестраиваться. Я последний раз в Кролик засага тоже заказывал удаленно, и он пришел в виде файла, то есть я поговорил с менеджером в виде видеочата, она забрала нужную информацию, так как документы мои у них уже были, это была не первая у них покупка, она мне выслала сразу же документы на оплату, я оплатил и получил сразу же полис. То есть все, поменялся мир, поменялись даже нестандартные бизнесы, нестандартные подходы, и наша задача с вами, как для бизнеса не уровня Валдереса и не уровня Озона, тоже начинать перестраивать. На самом деле с ними можно бороться, потому что эти ребята работают в такой парадигме, которая не подразумевает сервисности работы с клиентом. Я здесь под сервисностью понимаю вопрос взаимодействия с покупателями, когда с покупателями могут поговорить, когда с покупателем могут помочь выбрать, когда с покупателем могут пройти вот эти все шаги и сделать правильную покупку. Эти компании рассчитаны на то, что придет огромный поток клиентов, люди сами разберутся, сами выберут, сами догадаются, сами разберутся и так далее. Это в целом неплохо работает с одеждой, это в целом неплохо работает у них с какими-то вещами, не требующих сложных консультаций. Но это совершенно не работает при покупках какого-то товара, вот как ипотеки, я не знаю, там, телефоны, техника, компьютеры и так далее, и так далее, и так далее. Там люди некомпетентны, они не умеют и не знают, какой выбор надо сделать. И им очень нравится, когда их консультируют, когда их ведут, когда им отправляют правильную ссылку на товар. Вы, наверное, сталкивались с такой историей, что даже иногда разговариваешь с какой-нибудь компанией, и там люди поговорили, даже определились и помогли выбрать товар, а тебе потом говорят, ну, зайдите на наш сайт, выберите эту вещь и оплатите. Классная ситуация, вот мне заходить на сайт, найти на этом сайте ту вещь, которую мы голосом обсуждали, да я этот иностранный бренд и набрать-то не смогу у них в поиске, чтобы правильно найти. И, скорее всего, меня как клиента потеряется. Поэтому вот здесь под сервисностью и под подходами подразумевается, что вы должны помочь клиенту прямо дойти до конца и сделать эту покупку приятной и удобной для этого клиента. Мы сегодня будем вживую показывать, как это можно сделать, и будем показывать вообще, как это будет работать. Да, мы с Юрой подготовили здесь такую небольшую схему о том, как перестроить процесс, чтобы легко начать менять свою компанию и по-другому вот этот сервисный подход внедрять в вашу компанию. Сначала пройдемся в общем, немножко поразмышляем над ней, а потом поговорим о конкретных инструментах и о том, как они работают. Что прежде всего нужно сделать в компании, чтобы не потерять клиента, чтобы клиент был в базе компании, чтобы с ним можно было работать. Естественно, взять какие-то его контакты. Здесь мы говорим про телефон, потому что, скорее всего, все-таки телефон — это самый работающий вид контакта, который вы можете получить от клиента. Но это может быть и какая-то социальная сеть, и email. Через разные способы вы можете получать эти контакты. Мы поговорим о них чуть позже. Это и формы, это и разные программы лояльности, это и разные программы в офлайне и в онлайне. В общем, ваша цель — любым способом получить телефон клиента для того, чтобы потом работать с этим телефоном. Как работать? Делать рассылки, запускать рекламу в социальных сетях с возможностью, конечно, сегментировать этих клиентов и запускать рекламу для определенного сегмента, целевую какую-то рекламу, которая именно для этого клиента сработает и сделает какое-то предложение, которое ему будет интересно. Следующим шагом, когда вы делаете рекламу на ваших клиентов, важно, чтобы это была не просто реклама на социальную сеть или на какое-то предложение, которое не ведет никаким действиям вашего клиента, важно, чтобы она приземляла его на какую-то форму для продажи, на какой-то сайт, где, опять же, есть форма, где есть контакты вашей компании, где есть социальные сети для возможности связаться. Или это может быть интернет-магазин, где можно просто и быстро сделать покупку. То есть мы делаем рекламу, которая ведет на что-то, где клиент может как-то к вам обратиться или сделать покупку. Дальше. Ну, давай как раз поговорим немножко о формах, покажем ребятам, как можно пользоваться формами. Пока ты будешь включать всю эту историю, давай я расскажу немножко про сегментацию. Давай. Что такое вообще сегментация, для чего она нужна, и почему она в связке с формой может работать? На самом деле, вообще очень важно сегментировать клиентов. И где бы вы с ним не взаимодействовали, в форма или в голосом, или еще какими-то способами, когда вы с ним работаете, ваша задача всегда сегментировать людей. Не нужно задавать им специально какие-то вопросы. Сегментация может быть достаточно простой, и вы даже не подозреваете, что насколько можно много информации получить от клиента, занимаясь его сегментацией. Как может форма, например, вам помочь? Предположим, вы делаете форму на какой-то праздник. Пусть это будет Новый год. Вы можете в форме, в открытую клиента спросить, вы делаете подарок себе, или хотите подарить кому-то этот подарок. Вот ваш первый сегмент. Вы разделили клиентов на тех, которые делают подарки себе, и на тех, которые делают подарки для кого-то. Это можно дать под шумок упаковки специально, или еще чего-то. Но может быть и скрытая сегментация, которая на самом деле не видна клиенту, но в форме сразу же прописывается. Это сегментация по принципу «на Новый год» или «на Новый год». Это сегментация по принципу «да какой суммы мы сделали покупку» и так далее. Это невидимая сегментация, которую можно прописать сразу в форме. И эта сегментация будет прокидываться внутрь вашей ЦРМ и автоматически давать возможность дальше отобрать клиентов на следующий год, например, тех, кто покупал на Новый год, и сделать им специальную рассылку с новым предложением на Новый год. Они уже помнят вашу компанию, они знают вашу компанию, они уже взаимодействовали с вашей компанией. Если им понравился товар, им понравился подарок, им понравился сервис и обслуживание, они вернутся к вам с высокой долей вероятности. И вам даже не надо будет тратиться сильно на рекламу. Вам достаточно будет присылать, например, предложение по СМС. И люди прекрасно к вам придут и сделают новый заказ. Давай посмотрим, как это делается в формах. Катюш, попробуем сделать просто... Давай, видите ли вы мой экран? Я пока не вижу, пока вижу презентацию. Так, давай я еще раз попробую. Сейчас. Аналогично пока. Вот сейчас что-то переключается. Все, вижу экран. Так, давай я тогда перезайду, а то я показывала, уже пока ты рассказывал, сделаю это еще раз. Пошли в контакт-центр, где собраны все каналы коммуникации. У нас есть раздел внутри продукта, в котором собраны все каналы коммуникации, с которыми вы можете коммуницировать с вашими клиентами. Здесь реально все каналы, которые реально могут существовать. Здесь и почта, и телефон, и ВК, и Facebook, и Telegram, Viber и так далее, так далее, так далее. И тут же есть формы, которые можно создавать, находясь прямо здесь. Вы просто нажимаете на кнопочку «Форма», говорите, хочу создать новую форму, и вас бросает на страничку, на которой сразу же показана форма по умолчанию выбранная контактных данных. Вы можете изменить свой выбор, пока здесь четыре предложения, но на самом деле мы планируем мастера увеличивать, и количество мастеров может расти. Катя, конечно, сразу в экспертный режим, сразу видно разбирается. Давай сначала покажем упрощенный вариант, чтобы не пугаться. На самом деле, когда вы выбираете конкретную форму, смотрите, насколько мало пунктов. Вам не нужно сильно разбираться в этой истории, система вам максимально поможет создать форму. Она вам сделает какие-то базовые наборы полей, она сделает какую-то базовую преднастройку. Поля уже выбраны в правильных местах, все то, что нужно, проставлено. Вам остается просто воспользоваться этой формочкой. Но мы сегодня будем работать с экспертным режимом, чтобы показать вот такие интересные возможности, как, например, ну, я не знаю, там, как сегментация. Вот смотрите, у нас есть форма. Очень простая имя, фамилия здесь не нужна, давай удалим. Никогда не спрашивайте в форме фамилия. Достаточно имени, телефона. Ну, и здесь, наверное, не хватает какого-нибудь поля, там, не знаю, там, с пожеланиями клиента. Давай что-нибудь добавим. Ну, наверное, не из контактов, давай сделки добавим, чтобы в сделку упала. Ну, можно в комментарии добавить. Комментарий, отлично, пусть будет у нас комментарий. Это те поля, которые видит клиент. Вообще старайтесь, чтобы формочка была минимально наполнена какой-то лишней информацией, потому что каждое лишнее поле увеличивает, ну, уход клиента и уменьшает вашу конверсию. Старайтесь правильно устанавливать те поля, которые будут обязательными. Вот я бы в этой форме обязательное поле поставил телефон. Даже имя, я считаю, не очень важно от клиента получить. Не хочет клиент представляться, да и не важно. Ну, пусть не представится. Но телефон нужно забрать обязательно, потому что мы тогда сможем через этот телефон с ним дальше взаимодействовать. Поэтому я бы поставил на это поле обязательный статус. Все, мы сделали. Теперь о скрытых возможностях сегментации. Предположим, у нас есть такой разделчик, который называется значение по умолчанию. И здесь можно выбрать те поля, которые не будут видны пользователям, но которые могут регламентировать или показывать, что это за форма и как-то ее сегментировать, как-то сегментировать того клиента, который есть. Вот мы выбрали праздник. Добавилось это, ну, для кого покупали, давай еще добавим. Тоже хорошее поле, смотри, ну, есть, шикарно. То есть мы выбрали два поля, которые теоретически можно сделать скрытыми и как-то проставить. Ну, к сожалению, да, значение вот это по умолчанию, наверное, никак не сделаешь. Все-таки это надо спрашивать у клиента. Но вот праздник точно можно выбрать, если форма с конкретной рекламы, форма конкретно на Новый год, вы спокойно промаркируете ваших клиентов, что они именно с этого праздника на Новый год, ну, удаляя значение поля день рождения, ну, то есть его не показывая бессмысленно, подарок тоже бессмысленно, его надо спрашивать тогда у сотрудников. Я тогда для коллеги лучше удалю, а здесь можем оставить Новый год. Окей. Все, вот мы поставили значение поля Новый год, и вот это поле автоматом проставится всем сделкам или всем клиентам, я лучше бы клиенту, конечно, проставлял такое поле, проставится всем клиентам, которые делали покупку. Я бы еще сюда сразу сохранил примерный год и дату, тоже пригодится, для разных интересных вещей, еще какую-то информацию бы сократил. То есть вы можете сесть спокойно, подумать над тем, какую информацию вы хотите получить о ваших клиентах и занести ее в клиентскую базу свою. Для чего я, например, бы добавил год? Я бы потом сравнивал, как часто клиент у меня покупает. Вот у меня есть праздники, у меня есть постоянные клиенты в базе, которые покупают и работают со мной уже не первый год, иногда по 5-7 лет. Я, например, вижу, что этот человек каждый Новый год делает покупку у меня. Я могу потом отсегментировать этих ли ей клиентов и дать им, например, дополнительную скидку, чтобы стимулировать еще на большие покупки, увеличивать средний чек, сделать им специальную упаковку, чтобы перевести этих клиентов из не просто клиентов, а в приверженности, ну, в приверженцев бизнеса моего, и чтобы они ходили на каждом углу, рассказывали о том, какая у меня клевая компания и какой я хороший, я им сделал вот такую прекрасную упаковку. То есть можно их вот такими нехитрыми способами премировать условно. И вот для этого нам пригодится сегментация, например, по дате. Все, мы сделали сегментацию, сохраняем настройку, формочка у нас создана, давай опубликуем, перейдем на нее и заполним ее. Мы не видим никаких дополнительных полей в этой форме, у нас только имя, телефон, давай заполним, чтобы формочка упала. Комментарий какой-нибудь оставим. Вот здесь на самом деле все не важно. Самое важное, чтобы хоть какая-то форма упала и связаться с клиентом. То есть упала форма, желательно сразу же сделать звонок клиенту и связавшись с ним пообщаться и уже дальше его привести к сделке. И вот она, формочка, можно отсюда перейти по ней, ну, либо Катя пошла долгим путем через... Ну, могу и через уведомление, да. Можно через уведомление, это быстрее просто будет. Как она, уведомление? Надо пометить, исправить эту историю. Сложный вариант, конечно, перехода. Вот я откопала сделку, я вижу, что Мария с номером телефона, который я указала, комментарий сюда пришел. Давай покажем лучше поле, которое скрытое. Эти поля-то понятно, что все пришли. Оно у тебя было в сделках, а ты сейчас находишься где в сделке? Я нахожусь в сделке, да. Ну, разверни поля или, может, оно у тебя не выбрано. Ну, праздник. Вот, праздник Новый год. Прокинулось поле Новый год автоматически, не заполняя, клиент его автоматом у нас заполнил. И если вот сесть и на бумажке набросать, какую информацию дополнительную может просто прокинуть форма, когда вы ее делаете, тем больше у вас будет вот всяких таких возможностей дальше сегментировать этих клиентов. Если я заберу даже два параметра как год и просто праздник, на который эта форма работала, я уже в будущем могу сделать рассылку этим конкретным клиентам и рассылку даже разделить. Для тех, кто покупал у меня в прошлом году и для тех, кто не покупал у меня в прошлом году, но покупал, например, годом ранее, я уже могу сделать две рассылки. И первым, которые покупали в прошлом году, сказать, что вы у нас постоянный покупатель, вот вам там дополнительные 5% скидки, или, например, вообще скидку не давать, если они и так покупают. А вот вторым, которые почему-то в прошлом году не покупали, сделать персональную рассылку не конкретно этому человеку, а вообще персональную рассылку этой группе, где написать, что вы наш постоянный покупатель, но почему-то в прошлом году вы покупку не делали. Давайте мы попробуем поспособствовать, чтобы в этом году мы вас увидели. И вот вам дополнительная скидка в размере 10-15%. Все, вот такой простой способ через форму уже получить автоматически сегментацию клиентов и дальше с ними как-то взаимодействовать. Если посидеть и спокойно подумать, то можно на самом деле собирать тонны информации по клиенту, не задавая ему даже дополнительных вопросов. Даже если вы потому что задаете дополнительные вопросы, ваши менеджеры очень часто забывают их разнести в вашу CRM. Такие они вот буки. Но CRM, например, заставляет их правильно заполнять эти поля и не разрешает, например, пройти дальше по цепочке самой CRM, если клиент не заполнил конкретное поле. Давай покажем, как это делается. Давай какое-нибудь поле создадим внутри CRM и посчитаем, что оно будет заполнено от второй стадии сделки. То есть не сможет менеджер провести сделку выше второй стадии, если это поле не заполнит. Сделка будет постоянно возвращаться. Ну, любое строковое поле, например, не знаю, назовем его, как скажешь. Так, как мы его назовем? Для кого подарок? Это, конечно, лучше выпадашка делать, но пойдет в текстовое поле. Обязательно. Мы ставим обязательно со второй стадии. Есть галочка такая вот, которая дает запрет, от какой стадии это работает. Все, мы выбрали со второй стадии, оно должно быть заполнено. Сохраняем это поле. И теперь выходи из сделки. Сделай рефреш. Переноси сделку. Все. Как только менеджер попробует перенести сделку выше первой стадии, система ему скажет, что вы обязаны заполнить данное поле. Если менеджер его не заполнит, вот она вроде начала писать, потом нажала отмену. Сделка бабамс и вернулась туда же, где она и была. И пользователи не смогут, менеджеры не смогут пропустить данную фишку. То есть он опять делает перенос, опять система его спрашивает, он его заполняет и сохраняет эту историю. То есть вот так вот просто можно ваших менеджеров подтолкнуть на то, чтобы необходимые поля они заполняли в зависимости от стадии. И тут опять-таки включается в работу куча информации, которую ваши менеджеры могут неосознанно собрать от ваших клиентов. Это информация, например, там, я не знаю, для кого делается подарок. Это информация, есть ли дети у клиента. Это информация о том, сколько детей. И ее даже не надо спрашивать. Пришли к вам реально в офлайн-бизнесе девушка с двумя детьми. Все, вы записали. У девушки есть двое детей. Причем не надо даже у нее спрашивать. Не важно, ее эти дети, или она пришла с ними просто, и там, сестры это дети. Это не важно. Самое главное, у нее в ее окружении есть двое детей, и вот у вас уже есть какой-то сегмент. Но если вы делаете обязательное поле от стадии, то обязательно проставляйте так, чтобы можно было это поле заполнить таким значением, как не заполнено, оно просто не даст пройти, а значением, которое не определено. Предположим, у вас есть вопрос, сколько детей у клиента. И понятно, что этот вопрос иногда можно, конечно, спросить у клиента, но ответ можно не получить. Клиент скажет, а вам какая разница? И все, и менеджер не может спросить. Поэтому обязательно в ответе, в выпадашке должно быть такое значение, а клиент не указал. Да, понятно, что некоторые менеджеры начнут этим пренебрегать и заполнять постоянно такими значениями, но тут же включатся административные ресурсы, можно а-та-та сделать этим менеджерам, чтобы они так не делали. В целом, вот такими простыми способами, через формы, через вот такие вопросы внутри ЦРМ, которые не обязательно заполнять, но как бы вроде бы надо заполнить, вы можете набрать тонны информации, которую дальше можно использовать для сегментирования клиентов и обращения к ним. А для чего вообще делается сегментирование? Давай, Юра, я немножко тут еще добавлю, что, конечно, это будет такой достаточно долгий процесс от момента, когда вы сядете и начнете представлять, а как вообще у меня происходит процесс коммуникации с клиентом, что это вообще за клиенты, почему они покупают тот или иной товар. Когда вы ответите на эти вопросы, вы поймете, какие поля вам нужно создавать в карточке, какие поля вам нужно создавать в формах, в других местах, где вы цепляете клиентов. И затем до уже работы вот с этой базой, когда у вас будет большая база, по которой вы сможете клиентов сегментировать. Собственно, мы здесь подходим к ЦРМ-маркетингу, который вы можете делать через Bitrix24 для того, чтобы касаться ваших клиентов, напоминать им о себе, предлагать какие-то товары и услуги, которые будут интересны именно этому сегменту клиентов. Я перейду сразу в ЦРМ-маркетинг. Ты пока переключаешься, я немножко на вопрос отвечу. Здесь Рузель спрашивает, как интегрировать форму в социальные сети. На самом деле есть два способа, как это сделать. Первый способ, он мне больше импонирует, потому что он дает возможность не просто заполнить какую-то форму, а перенести клиента на небольшой лендинг, который до продажи может сделать какую-то, и можно там сразу же выбрать товары и чуть ли их не оплатить. Он не всегда работает, это сильно зависит от той аудитории, холодная или не холодная аудитория. Для холодной это так не стоит делать. Для горячей аудитории, которая ваши клиенты, или сегментированные клиенты, или похожи на ваших клиентов, это можно сделать. Это просто в кнопке в рекламе указать ссылку на простой сайт лендинг. Мы сейчас покажем, как их делать. Это очень просто. Вы можете создать небольшой лендинг, на котором будет стоять наша формочка, и вы переведете по нажатию на эту кнопку на этот сайт. Это первый способ. Он еще раз подходит для горячей или для аудитории, в которой вы более-менее уверены. Чтобы сделать сразу до продажи, вплоть до того, чтобы получить деньги за тот товар, который вы показываете в этой форме, или дать возможность выбрать этот товар. Второй способ. Он лучше подходит для холодной аудитории, для той аудитории, которая ни разу не взаимодействовала с вашей компанией. Это форма внутри социальной сети. Наша система умеет связываться с двумя типами форм. С формами в Facebook и с формами ВКонтакте. Единственный минус при такой связи, вы должны понимать, что возможности нашего продукта сильно больше, чем возможности социальных сетей. И форму, которую вы создаете для социальных сетей, должна быть очень простая. Там не должно каких-то сложных полей быть. Эта форма должна быть уровня, вот как сейчас Катя создавала. Имя телефона и небольшое описание. Или вообще просто имя телефон, потому что на самом деле эта форма будет показана в какой-то рекламе. И понятно, что клиент уже в рекламе сделал своего или из влияния. Он выбрал вашу компанию и хочет нажать на эту кнопочку для заполнения формы. Поэтому при связи с формами, с социальными сетями, самая большая ошибка, почему это плохо работает. Люди пытаются напихать туда много-много полей, которые специфичны и сложны. И эти поля, к сожалению, не работают в социальных сетях и начинаются какие-то ошибки. Поэтому минимум полей. Поля очень простые. Вы спокойненько заходите, связку делаете. И все начинает работать. У вас есть такая форма. Давай перейдем обратно в контакт-центр. Хочу дополнить, Юр, может быть, помнишь, когда в прошлом году, накануне 23 февраля, мы очень много говорили про носки, обсуждали носки. И нашей коллеге в Фейсбуке вышла такая форма по продаже носков или ВКонтакте, я не помню. Она заполнила буквально два поля. Ей позвонили и здесь же сделали продажу. И мы тогда все очень порадовались, что этот сценарий действительно вот так работает. И даже работает и на нас. Просто увидели рекламу и сразу купили носки. Вот эти две вкладочки, Facebook, LeDats и ВКонтакт. Не-не-не, заходи внутрь. В экспертном режиме. Вот две вкладки. Вот формочка, раздел для связи формы с Фейсбуком. Вот раздел для связи формы с ВКонтактом. Вы можете связать либо форму с ВКонтактом, вы просто авторизуетесь под своим логином ВКонтакте, либо формочку внутри Фейсбука. Дальше лучше, конечно, посмотреть какой-то подробный вебинар, как это делается, если вы ни разу это не делали. Нетривиальная задача для первого раза. Особенно с Фейсбуком. У них там все сильно сложнее. ВКонтакте чуть-чуть попроще. Но на самом деле не очень сложная механика. Если один раз пройти этот квест, то дальше это будет работать хорошо и накатанно. Но говорю, это работает в основном для холодной аудитории. Для нормальной аудитории я стараюсь не использовать такой способ. Потому что я считаю, что нужно сразу подсекать клиента, а не делать вот эти вот долгие реверансы. Если клиент захочет связаться, с ним свяжутся. Если клиент готов сразу сделать на форме выбор и сразу чуть ли не оплатить, то лучше сразу сделать этот выбор и сразу его оплатить. Я могу показать чуть позже потом сайтик, на котором вот примерно такие формы я делаю, из рекламы гоню клиентов на такую историю. Но давайте поговорим немножко о сайтах сначала. Не про сегменты, давай все-таки про сайты, раз про них зашла речь. У нас есть раздел сайта, на котором можно создать простенький лендинг, выбирая из множества красивых шаблонов. Сейчас Катя нам какой-нибудь шаблончик выберет красивый, который ей реально нравится. Да, здесь на самом деле очень много шаблонов. И если вы не находите нужные, вы можете оставить нам заявку. Мы рассматриваем все заявки и отдаем их в работу нашим партнерам. Да, здесь партнеры наши делают шаблоны. Шаблоны все бесплатные. Вы можете спокойно их использовать. Мы сами разбираемся потом с партнерами по взаиморасчетам. И они для нас делают такие вот шаблончики. Вот Катя выбрала шамплон цветов. Продавать будем цветы. Прикольно. Я могу выбрать здесь палитру, которая мне нравится. Например, вот я выберу в розовом цвете, что я его хочу. И могу сразу создать сайт. Создавай. Сайт создастся, и мы увидим достаточно красивый сайт, который на самом деле прекрасно подойдет как некий лендинг. Я бы единственное его, конечно, сильно упрощал, если мы говорим про связку с формами внутри социальной сети. Я считаю, что когда идет на сайт с формой, должно быть не больше двух-трех блоков на самом сайте. Причем один из этих блоков – это блок формы. Потому что вы уже в рекламе, в принципе, сделали продажу клиенту. Вы уже, скорее всего, сделали что-то. То есть вы выбираете какое-то количество блоков. Чем меньше, тем лучше. Оптимальное для вас. Сами подбираете. Все. Считаем, что достаточно для того, чтобы сделать продажу. И вот наша формочка. Она может быть подключена любая форма. Если по ней нажать и выбрать ее редактирование, то здесь можно будет изменять, редактировать и все, что хочешь делать с формами. То есть вы полностью управляете формой. Можете сразу же сделать скрытые поля для этой формы. Можете еще что-то сделать, разбираясь уже с самой формой. Формочка очень простенько настраивается. Вы можете ее полностью менять. Можете убрать лишние поля, добавить новые поля, добавить товары и так далее. И полностью с ней взаимодействовать. Такой интерфейс на днях уже будет раскатан на всех клиентов. И это сильно упростит подходы внутри форм. Это прям классное изменение. Оно мне очень нравится. Все, сайт можно опубликовать. И эта формочка будет сразу же в виде сайта и самой формы опубликована. Можно брать вот этот URL. Только я бы название, конечно, поменял. Хотя реклама без разницы. Добавлять его к кнопке. И вот, пожалуйста, вы уже сделали простенький лендинг. Немножко нужно, конечно, тексты поменять. Все-таки это тексты, которые рыба. Но она более-менее соответствует тому, что здесь должно быть расположено. И все. И отправлять клиенту можно продавать. Вот такой красивый сайтик мы с вами сделать можем минут за 10-15. Я сразу отмечу, что все сайты мы по умолчанию создаем с виджетом. Мы показывали вначале с Юрой контакт-центр, через который можно подключить разные ваши социальные сети и каналы, по которым вы общаетесь с клиентом. И здесь виджеты мы автоматически их выводим. Вот у меня сейчас подключен Facebook, подключен какой-то Telegram-бот. И клиенты, заходя на этот сайт, могут не только заполнять форму, но и написать мне в той социальной сети, где им будет удобно сообщаться с компанией. Это вторая, кстати, прекрасная возможность, как взаимодействовать современно с вашими клиентами. Вы фактически выводите их в чат. А чат намного даже лучше, чем просто телефон, хотя многие жалуются, ой, в чате общаться с этими клиентами, не выносят мозг. На самом деле это намного лучше, чем общение просто по телефону. Потому что по телефону вы не передадите его образ товара. Вы не передадите какую-то информацию по товару, которая может подтолкнуть клиента сделать покупку. При общении через чат вы можете отправлять ему картинки. Главное их заготовить для менеджера заранее, положить ему на компьютер, сказать, вот картинки здесь, объяснить, как их присоединять и так далее. Потому что обычный сотрудник, скорее всего, не справится с этой историей. Если вы заморочитесь и так сделаете для вашего менеджера, то этот менеджер сможет прекрасно отправлять какую-то информацию. Плюс внутри нашего чата есть возможность отправлять не только просто картинки, а есть возможность отправлять специальные странички, которые легко тоже создаются на наших же сайтах условно, привязываются к чату. И вы можете, например, сделать странички о компании, о доставке, о способах оплаты, о еще какой-то дополнительной информации, об уходе за тем товаром, который вы продаете и так далее, которые вы можете как быстрые ответы отправлять в чате к вашим клиентам. Во-первых, не нужно будет писать, и вы нивелируете как раз вот это время лишнее. Во-вторых, это можно красиво подать, и клиентам будет приятно, что о них заботятся, им отправляют такую информацию. Это будет сильно приятнее для вашего клиента. Пользуйтесь этой возможностью, это шикарная история. И здесь же может быть и просто звонок. Клиенты в современном мире любят не сами набирать номер и искать где-то номер, хотя он здесь вроде бы указан, его можно наткнуть, и он наберется. А любят, чтобы с ними автоматом связалось. Здесь есть обратный звонок сразу, который тоже можно настроить. Клиент заполнит просто формочку, укажет свой номер телефона. Вы, а, получили номер телефона клиента, это даже хорошо, и кто-то загнать. Но вы сразу же с ним связались, система перезвонит вашему менеджеру, свяжет его с этим клиентом, и все, и клиент будет на связи, вы с ним поговорите, ну и перейдете в какое-то дополнительное отношение уже с ним. А теперь, наверное, все-таки про сегментацию, для чего же мы ее все-таки делали. Столько потратили времени, ресурсов на то, чтобы ее сделать. А это действительно ресурсы, потому что, вот как Катя уже говорила, это не за секунду делается, и вы будете набирать эту информацию месяц, два, три. Главное делать это систематически, и у вас будут тонны того, что можно сделать сегментами. Есть у нас раздел CRM-маркетинга. Мы сегодня не будем говорить про классические его части, это рассылки через e-mail и так далее. Мы будем говорить о чем-то более современном. Что я подразумеваю здесь под современное? Вот вебинар немножко задержался на две минутки, буквально на три. Почему он задержался? А вот банальная причина хорошей работы электронной почты. Площадка, которая должна скинуть ссылку спикеру, почта просто не приходит. Ее второй раз отправляют, она опять не приходит. Третий раз отправляют, она не приходит. Вот так работает почта. Везде. В современном мире почта это инструмент, которым пользоваться противопоказано для современного бизнеса. Лучше сделать смс-рассылки. Да, это стоит денег, но мы же с вами засегментировали базу, мы же ее уменьшили. У нас уже есть сегмент, который точно покупал на Новый год. Почему бы этому сегменту сразу не отправить просто ссылку, сказать, здравствуйте, подставить имя, там не знаю, Екатерина, вы у нас постоянный покупатель, и вот вам персональная ссылка, где вы можете выбрать подарок вашим детям или кому в зависимости от сегмента, вашей семье на Новый год. И вот у вас ссылочка с формочкой, с сайтиком небольшим. Это постоянно ваш клиент. Ему приятно, во-первых, что вы о нем вспомнили. Ему приятно о том, что для него есть персональный сайт. Вы его туда отправили, он заполнил форму. О том, что вы вспомнили не просто о нем, а об его интересах, я бы даже сказала. Да, о его семье, например, о том, что он дарит подарки детям и так далее. То есть вы его не просто проводите по покупке, вы ему помогаете сделать правильно эту покупку. И тем самым вы спокойненько, засегментировав эту базу, можете не так дорого сделать рассылку. Хотя, если база большая, я в последний раз хорошо так на деньги попал, когда делал рассылку на последний этот. Как там праздник назывался? Пасха. Пасха, да. Сделал рассылочку и так на денежки попал. Но эффект был классный. Девчонки так загрузились работать, что потом уже кричали «Останавливай! Хватит! Хорошего помаленьку!». Второй интересный способ, который можно сделать, которым пользуются, но его начинают убивать, и он начинает быть менее прогрессивным, это инфозвонки. Я бы, на самом деле, делал инфозвонки не холодными, а я бы делал инфозвонки, когда нам нужно нотифицировать клиента о какой-то информации, которой он заинтересован, чтобы он не выкинул звонок. Прикольно делает, например, компания СДЭК. Она делает инфозвонок, когда посылка приходит, и через такой инфозвонок объявляет о том, что есть посылка, и что курьер завтра с вами свяжется. Прикольная информация, не раздражает, и вы можете клиентам примерно таким же способом нотифицировать. Конечно, это работает только при потоке. Но можно нестандартно подойти к этой истории, когда сделать звонок каким-нибудь актерам, если вы знаете информацию о том, что данной девушке или данному мальчику нравится этот актер, и голосом этого актера сделать какое-то объявление, которое он с удовольствием тоже послушает. Но это уже, конечно, сильно дороже и сильно заморочен, и доступно, наверное, только взрослым компаниям, большим. Но есть еще один классный современный способ, которым клево пользоваться, и он работает очень шикарно, это делать рекламные кампании. Вы берете свой сегмент, выгружаете в какую-то из рекламных сетей, причем здесь я бы выбирал именно социальные сети, как наиболее эффективные в этом плане. И вы можете выгрузить сегмент во ВКонтакт и Фейсбук. Просто выгрузка во ВКонтакт и Фейсбук работает по принципу, когда вы делаете рекламу по своим клиентам. Вы выгрузили выгрузку туда и сделали какую-то рекламу по своим клиентам. Эта реклама бывает двух видов. Первый вид рекламы, который можно сделать очень дешевым, который просто бегает за вашим клиентом и периодически показывает ваш бренд. Не нужно там ничего пытаться продать, это просто такая реклама, которая маячит перед глазами вашего клиента. ее можно сделать за клик. Так как вы не ожидаете никакого клика, можно поставить ставку за клик 120 рублей, она почти всегда будет показываться, и 120-160 рублей. Но кликов как таковых не будет, а вы просто будете маячить вашим брендом. Если кто-то смотрел кино с Уилл Смитом, то мог видеть, как там ребята разводили на поле этого игрока, поспорили, что угадают номер игрока, которого он загадает. Вот примерно таким же способом. Они маячили этим номером ему постоянно перед глазами, и человек загадал именно этот номер, потому что он за этот день его десятки раз видел. И они его потом, естественно, легко угадали. Здесь такая же история. Вы можете вот таким недорогим способом маячить перед глазами ваших клиентов, показывая им просто брендированную вашу рекламу. Второй способ – это обращение реально к вашим постоянным клиентам, когда нужно сделать уже реальную продажу. Вы знаете, что вот через три недели Новый год, вы знаете и выгрузили сегмент людей, которые делали покупки на Новый год. Все, вы сделали для них лендинг, вы сделали для них рекламу, и запустили на этих клиентов. Люди сразу же попадают в форму, заполняют ее. Я бы даже форму сразу с оплатой сделал. Это было бы очень эффективно, и люди бы прекрасно смогли этим пользоваться. Второй способ, как сделать рекламу – это способ сделать рекламу, так называемый look-alike. Это когда вы выгружаете свою базу клиентов и говорите, а найди мне похожих клиентов в процентном соотношении на тех, которых я тебе показал. И социальные сети подбирают пользователей, похожих на данных выгруженных клиентов, и у вас появляются новые клиенты, которые идут на уже отдельный лендинг или заполняют простенькую форму прямо внутри ВКонтакта или Фейсбука и попадают к вам внутрь базы. Это вот холодные уже клиенты, это не ваши постоянные клиенты, но они похожи на какой-то конкретный сегмент. И вы можете, в принципе, к ним пытаться обращаться так же, как обращаетесь к сегменту. Но если в первом случае это всегда ваши клиенты, их, во-первых, нужно иметь внутри базы, а во-вторых, с ними можно работать только на повторную продажу, то с этими можно работать на первичную продажу, но они более-менее хотя бы как-то досегментированы с помощью социальной сети по похожести. Неплохо работает, если не сильно завышать процент, вернее, занижать процент похожести и не делать, что похоже хотя бы на 20%. Там вам накидают миллионы клиентов, которые будут очень плохо конвертироваться. Если зажать этот показатель до 70-80%, ну, не опускаться ниже 60% хотя бы, то, в принципе, конверсия будет достаточно высокая, и вы интересно и хорошо сможете взаимодействовать с новыми клиентами, с новой базой клиентов и делать им какую-то дополнительную продажу. Шикарно способ работает, очень современный и дает возможность увеличивать клиентскую базу. Причем здесь можно работать в двух направлениях. Здесь можно давать конкретную рекламу, когда вы гоните на конкретный лендинг, приземляете клиента, а можно работать на перспективу, когда вы гоните внутрь вашей группы, неважно где, в Фейсбуке, во Вконтакте, в Инстаграме, и просто приземляете ее внутрь вашего профиля, где пользователь может полистать ваши фотографии, ну, предположим, это Инстаграм, полистать ваши фотографии, посмотреть ваши сторики, которые там висят в данный момент времени. Может сразу же сделать звонок, если вы вывели кнопочку, это надо обязательно сделать. Может сразу же перейти на сайт, если он указан, это тоже нужно обязательно сделать. Но и самое главное, он может присоединиться и сделаться подписчиком. И это тоже один из хороших вариантов. Чем больше у вас подписчиков, а что такое больше подписчиков? Когда у вас в базе начинается количество подписчиков только не вот этих рекламных, когда вы заплатили непонятному парню с непонятным голосом, с непонятным видом, который вам нагнал какой-то мусор за несколько тысяч рублей, который нафиг никому не нужен. Это ваши реальные подписчики, которые за деньги пришли к вам, сделали подписку к вам. Это люди, которые реально заинтересованы в вашем товаре. Понятно, что боты там тоже будут немножко, они через 2-3 дня отпишутся. Но обычно я вижу на своей группе, в которую делаю подписку, я вижу, что я запускаю рекламу обычно в том же Инстаграме 3 по 300, то есть это вот на 1000 рублей или 3 по 5 по 300. На 1500 рублей я запускаю некие посты и гоню их внутрь группы. Я вижу, что на каждый такой пост обычно я получаю где-то по 20-30 рублей за подписчика. Я трачу, я получаю подписчиков вот за такие примерно деньги. Это не очень дорого на самом деле. И когда у вас количество вот таких вот подписчиков настоящих, которые там через 3-4 дня не отпишутся, наберется до 2-3 тысяч человек, у вас начнутся заказы, начнутся реальные лайки, реальные взаимодействия внутри вашей вот этой вот группы. И вы начнете получать заказы, за которые вы даже не платите. То есть вот такие вот заказики, которые вроде бы ничего вам не стоят, но это люди, на которых вы ранее потратились. И с ними уже можно взаимодействовать, с ними уже можно как-то жить и что-то с ними делать. Их можно также, кстати, в рекламе задействовать, указывая на них рекламу брендированную или указывая конкретизированную рекламу. Но вы должны здесь понимать, что нет особого сегмента. Здесь с ними немножко сложнее работать. Главное их довести до какой-то формочки вашей куда-то внутрь ЦРМ. Мне поэтому, кстати, первый способ и больше нравится, что он в скрытых полях может много информации интересно передавать. Во втором способе это сделать невозможно, к сожалению. И поэтому он мне менее нравится. Но для холодной аудитории он идеален, потому что там он предзаполняется внутри социальных сетей. И клиенту даже ничего заполнять не надо. Ему достаточно просто отправить кнопочку нажать, и кнопочка улетит. Это формочка внутрь продукта. Но мы даем рекламу. Мы экспериментируем с маркетингом. Но всегда хочется проконтролировать, что реклама реально эффективна. Давайте посмотрим, как внутри нашего инструмента можно легко проконтролировать вообще ту рекламу, которую вы даете. Для этого есть сквозная аналитика, которая в реальном режиме времени отвечает на один самый важный вопрос. Она вот так вот настраивается. Партнеры легко вам помогут это сделать. Это не очень дорого и не очень сложно, но очень эффективно. Я бы даже с партнерами тут переходил в отношения. Пусть рекламу дают заодно. И как раз у вас есть инструмент проконтролировать качество их работы. И вы прекрасно сможете сделать. Я надеюсь, видно мой экран. Катюш, подтверди, пожалуйста. Да, видно. У нас есть раздел с отчетами. У меня уже настроена сквозная аналитика. Вот этот раздел. Видите, у меня все кубики включены. У меня активированы все каналы, которые только можно. Они все активны и все работают. И у меня есть отчет, в котором я вижу. Вот сейчас перейдем на отчет сквозной аналитики. Он называется окупаемость рекламы. Это вот текущий месяц, но текущий месяц сейчас плохо. Сейчас будет ноль. Давайте не текущий, а прошлый месяц. Этот месяц пока первый день. Там, скорее всего, будут какие-то копейки. У меня и так не так много денег на рекламу уходит. Я стараюсь ее делать эффективной. Он очень дорогой. Давай пока грузим и комментируем. Давай. Я почему-то слышу свое эхо. Я не знаю. Что настройка сквозной аналитики делается также внутри вашего Bitrix24. Часть инструментов вроде сайтов, форума, социальных сетей даже не нужно настраивать. Сайты, которые вы делаете внутри Bitrix24, мы автоматически отслеживаем все обращения, которые приходят с них и как там работает реклама. Но если вы хотите отследить какие-то рекламные источники и онлайн, и оффлайн, нужно будет их настроить, их добавить. Их достаточно очень просто добавлять. И настроить колл-трекинг для того, чтобы понимать, откуда вам позвонил клиент, откуда реально пришел клиент. Все это делается через ваш Bitrix24. Здесь, кстати, идут вопросики по формам. Мы показываем новый интерфейс. Правильно ребята отвечают, что формы уже в продукте существуют давно и работают точно так же. Просто новые вот эти формочки, у них сильно поменялся интерфейс. Они очень долго находились на тестировании. Там почти год, наверное, находились на тестировании. И их видели только те клиенты, которые соглашались принимать участие в таком бета-тестировании. Либо некоторые партнеры, которые были готовы с нами взаимодействовать, тоже находясь в зоне тестирования. Мы очень долго тестировали их как раз по той причине, что мы очень сильно упростили интерфейс. И там была грандиозная работа по переделке вот этого всего интерфейса, чтобы он сильно стал проще. Потому что раньше формы всегда открывались в таком экспертном режиме. И на самом деле несведущий человек просто пугался этих форм, потому что вау, сколько они всего могут. А они могут настолько много. Мы сегодня рассказали, наверное, о 3% того, что реально в форму заложено. Они умеют и принимать деньги, и показывать товары, и могут быть персонализированными, когда прилетает форма, уже заполненная полностью. И вам не надо даже вписывать свое имя или номер телефона. Она вообще персональная, и сверху будет написана «Дорогая Екатерина». То есть все, вы уже получаете ту форму даже персонализированную для вашего клиента. И все, они это умеют. Естественно, все это надо знать, как немножко настроить. Это не очень сложно. И вот в новом интерфейсе мы заморачивались, чтобы это стало несложно. Итак, сквозная аналитика. Что мы здесь видим, когда попадаем в этот отчет? Мы видим, что данная компания делает в основном расходы только в двух местах. Она делает расходы в Гугле. И вот за месяц я потратил 13 с небольшим тысяч рублей. И делает расходы в Инстаграме. Здесь еще не прилетели последние расходы. Инстаграм с задержкой всегда выставляет счета. И здесь еще нет обновленной информации. Но почти все деньги здесь посчитаны. Там, может, 2-3 тысяч не хватает до полной картины мира. Дальше мы видим вам стоимости по тому, сколько вам вообще обходится клиент. Вот 9.40 обходится действие, которое клиент сделает. А что такое действие? Это он перейдет на рекламный пост, увидит рекламный пост или еще что-то сделает и повзаимодействует с вашей рекламой. И это обходится мне в среднем в 9 рублей 40 копеек. На 11% стало это дороже по сравнению с прошлым периодом, с прошлым месяцем. Ну, это нормально. Начинается подготовка к Новому году. Здесь бизнес сильно завязан на праздниках. Поэтому, естественно, цена рекламы начинает расти. Сейчас она еще сильно вырастет в декабре, потому что к Новому году будет ее больше даваться. Дальше создание сделки, которая еще не выиграна, а просто создалась сделка внутри вашего Bitrix24, обходится данной компанией в 117 рублей. И это на 32% уже дороже по сравнению с прошлым периодом. И из этих сделок, которые попали по 117 рублей, клиент, который сделал реальную покупку, обошелся в 325 рублей. И это на минус 2%, то есть эффективность работы менеджера выросла. И это на минус 2% лучше, чем прошлый период. Что такое 325 рублей? Это значит, что 325 рублей расходов, рекламных расходов было в себестоимости вашего товара. Если вы, предположим, продаете, ну не знаю, там, мышку, и она у вас стоит 1000 рублей, то считайте, что у этой мышки есть некая себестоимость. Ну пусть она стоит 700 рублей. Что получается еще рекламный бюджет на того, чтобы рекламировать эту одну мышку, еще 325 рублей. И вот у вас уже себестоимость товара не 1000 рублей, а 1000 плюс. Тут вот звонки приходятся, ремка полностью рабочая, живая. Эта мышка уже стоит вам дороже, чем вы ее продаете. Если вы ее продаете по 1000 рублей, она на 25 рублей стоит уже дороже, чем вы ее на самом деле делаете в продажу. Поэтому вот этот отчет дает возможность вам понимать и видеть, например, что первая сделка может у вас не окупаться с вашим клиентом. Либо вы должны понимать, что вам нужно либо эффективнее делать вашу рекламу, либо увеличивать стоимость товара. Я не знаю, как вы будете поступать. Здесь будет сильно зависеть от бизнеса. Но информацию вы такую видите. Дальше мы видим, какие были расходы в конкретном канале. Вот эта компания работает с гуглом и работает с инстаграмом. В гугле чуть больше денег тратится, в инстаграме чуть меньше. Дальше мы видим, какое количество сделок прошло, сколько из них выиграно. Но самое главное число, это вот это вот конечное число. Это так называемая маркетинговая ROI. Что это такое? Это очень легкий показатель. Даже не надо знать, как он там расшифровывается, что он значит. Это все ерунда. Нужно знать только две вещи по этому показателю. Что когда этот показатель выше 100%, это говорит о том, что ваша реклама окупилась. Это не говорит о том, что вы заработали на этой продаже, вот как в примере с мышкой. Но ваша реклама хотя бы в ноль вышла. Те затраты, которые вы понесли на рекламу, они ноль. Дальше понятно, что есть себестоимость товара, есть вот эти расходы, которые попали в бюджет. И, например, на нашей компании, на вот этой компании, на которой я показываю, стоимость, ну, окупаемость рекламы – это свыше 200%. Если ROI выше 200%, значит рекламный бюджет окупился. И какой ROI мы здесь видим? 400% в Гугле железобетонно окупились и 645% в Инстаграме. Юра, извини, одну секунду. Коллеги, у вас сейчас, вы не видите, что показывает Юра, потому что мелко или потому что у всех вдруг стал черный экран? Просто я вижу хорошо, а коллеги пишут, что почему-то им ничего не видно. Давай одну минутку буквально подождем. Поставьте плюсики, если кто, хорошо. Я могу переподключение сделать для пробы, но попробую. Коллеги пишут, что все мелко видно, черный экран. Так, показания разминаются. Но в целом я вижу... Я могу сейчас увеличить размер. Вот так сделаю. Да, просто коллеги, видимо, что достаточно мелковато. Все хотят видеть цифры близко. Я сделал цифры поближе. Еще раз повторю для тех, кто вдруг не увидел. Есть гугловский канал, есть инстаграмовский канал. Вот такие расходы, которые были понесены за прошлый месяц за рекламу. Эта компания маленькая, мы говорим о бизнесе достаточно маленьком. То есть для него 20-30 тысяч в месяц на рекламу, это очень большой бюджет на самом деле. Это все-таки бюджет на рекламу. Это не очень большой бизнес. И он, главное, самое главное, окупился этот бюджет. То есть если ROI, опять повторюсь, свыше 100% бюджет окупился. Но там есть себестоимость товара, есть себестоимость каких-то расходов. Вот для этой компании есть посчитанный реальный себестоимость, и она свыше 200% ROI. Если ROI свыше 200%, реклама для данной компании 100% окупилась. И мы видим, что здесь 400% с гугла. Отлично, железобетонная реклама окупилась. И мы видим 645% с инстаграмчика. И тоже мы видим, что железобетонная окупилась. Вот вы, когда будете давать деньги на бюджет, на рекламу и так далее, вы можете вот таким легким способом контролировать окупаемость вашей рекламы. И можете видеть, что реклама окупается или не окупается внутри вашей компании. В чем еще плюс этой истории? Здесь можно даже учитывать расходы, когда вы платите какому-то агентству за работу. Вот здесь есть кнопочка такая «Добавить». Вы нажимаете ее и можете вот сюда вот занести, что за прошлый месяц вы, например, агентству отдали 10 тысяч рублей за работу. Эти деньги раскидаются пропорционально по каждому дню. Ну, просто будут разделены на 30 дней. Не буду сейчас заносить, потому что я не тратил ни на какие деньги, ни на какое агентство. Реклама я сам занимался. И можете сразу же увидеть, что с учетом расходов на агентство окупается ли ваша реклама или не окупается. И вы, не боясь, можете работать с агентствами, используя сквозную аналитику. То есть вы видите, что даже тратя деньги на агентство, реклама эффективная. Да, может быть, 400% они вам не сделают. Все-таки найти сотрудника с уровнем, который такие проценты даст именно под вашу компанию, сложновато будет. Но сделать, чтобы бюджет показывал все равно окупаемость, не очень сложно. Я взаимодействовал с агентствами, и агентства, например, на этой же компании делали в основном где-то в районе 250-300 на гугле и в районе 400 на инстаграме. То есть это возможно. Если хорошо сделана сегментация базы, если хорошо все внутри сделано, то можно хорошую эффективность с агентством взаимодействия найти. Я не с первой попытки нашел такое агентство. Изначально это было третье агентство, когда я с ним взаимодействовал, которое мне дало хорошие цифры. Но на самом деле это возможно. И вы можете спокойно тогда не боять стратить бюджет. Компания в данном случае вообще не боится отдавать деньги на рекламу. Она видит и понимает, что данная реклама реально окупается. Поэтому использовать сквозную аналитику – это очень полезно и очень эффективно для вашего бизнеса. И на самом деле очень легко настраивается. Там самая сложная настройка на самом деле – это настройка телефонных номеров. То есть после того, как вы… Юра, извини. Я тебя вынуждена прервать. И я коллегам порекомендую посмотреть наши вебинары про сквозную аналитику, где мы рассказываем про это очень подробно несколько часов. Но поскольку мы с тобой уже выбились немножко из тайминга, пошли дальше. Пошли дальше. Покажем, как после того, как ты дал рекламу, как ты привлек клиента, и он, например, где-то увидел твой номер телефона, можно делать продажу. Сейчас мы с Юрой продемонстрируем это на примере реального портала. Зря ты выключил. А, ты хочешь прямо звонок настоящий сделать? Давай тогда немножко вводную сделаем. Смотрите, мы сделали лендинг. Мы говорим о том, что нужно, чтобы компания работала по сервисной модели. Когда получили вы клиента и сделали с ним звонок, с ним связались. Либо клиент сам набрал вам, увидев, не знаю, там, вашу рекламу на каком-то, не знаю, в социальной сети, или где-то увидел вашу рекламу и сделал звонок. На самом деле давать рекламу можно с кнопкой звонка. Когда нажатие на эту кнопку делает реально этот звонок. Ну, давай, делает звонок. Вот реальная CRM, в которой есть какое-то движение. И мы сейчас попробуем посмотреть, как это работает. Это реальная компания. Катя сейчас сделает звонок на самом деле не мне. Она сделает звонок в эту компанию, и там возьмут трубочку с ней и поговорят. Вот мы видим, что Лидия, менеджер, перехватила этот звонок. Вернее, на нее он распределился. Добрый день, это Катя, B324. Мы тестируем, не обращайте внимания. Спасибо большое. До свидания. Это компания привыкшая, ее постоянно бедную мучают. Такую историю. Звонок состоялся, компания поговорила с данным клиентом, и дальше вы можете с ней работать. Создалась сделка. Сейчас через некоторое время здесь будет запись разговора. Его можно прослушать. Можно взаимодействовать со звонком. Можно заниматься, разносить какие-то данные. Вот здесь уже есть заполненные данные по Екатерине. Она сюда и делала звонок, и переходила в контактов. Есть даже адрес. Давайте адрес удалим. Хочется показать здесь, как дальше будет происходить взаимодействие. Не хочу я, Катя, на адрес здесь видеть. Пока. Я немножко дам тоже вводную. Для того, чтобы вы могли принимать платежи из вашей CRM, вам нужно сделать две или три основные настройки. Первое – это подключить SMS-провайдеров, если вы хотите отправлять ссылочки по SMS, как мы сейчас покажем с Юрой. Второе – это… Первое, точнее, это подключить социальные сети, если вы хотите делать продажи через социальные сети. Второе – это подключить платежные системы. У нас есть очень удобное подключение U-кассы платежных систем. Это бывшая Яндекс.касса. И совсем скоро у всех на всех порталах появится возможность быстро подключить робокассу со всеми возможными платежными способами. Это и Сбербанк, и Apple Pay, и Samsung Pay. И подключить кассу через Bittrex 24. Сейчас это Atol и Orange. Скоро у нас появятся кассы Evator, штрих М и Orange с новым подключением. Когда вы сделаете эти настройки, вы сможете принимать платежи. Мы получили звонок от клиента, мы с ним переговорили. И, предположим, во время разговора самое важное – это клиента сразу быстренько превратить в реального покупателя. И хочется сделать действие. Основное – это получить с него деньги. Это может быть предоплата, это может быть настоящая продажа. Для этого существует очень простая вещь. Вот такая кнопочка, которая есть у вас внутри вашей сделки. Вы на нее нажимаете, она здесь настроена. Она очень популярная в данной ЦРМ, ее постоянно пользуются. Выбираете какой-нибудь товар. Вы можете сразу же сделать доставку. Ну, о доставке мы чуть позже поговорим. Сделать скидку, если она требуется. Ну, давай скидочку и 10% дадим, Катя. И дальше вы просто отправляете данный заказ Екатерине. Создается ссылка, по которой она может перейти. Вот сейчас я переходить не буду. Мы сейчас посмотрим еще одну интересную возможность, как система контролирует. Ссылка ушла по смс. Вы могли обратить внимание, что некоторые действия мы рефрешим, потому что они не работают в реал-тайме. Ну, они редкие. Вот, например, удалил адрес, это явно никто делать не будет. Это не реал-таймовое действие, я рефрешим делаю. То есть, те действия, которые важны внутри системы, они работают все в реал-тайме. То есть, ссылочку сделал переход клиент, менеджер сразу же, если он находится в этой сделке, видит, что произошел переход сделки. И эта же информация передается внутрь вашего условного комбана, на котором вы тоже можете находиться. И вот здесь будете сейчас видеть те движения, которые будут происходить с этим клиентом. А какие это могут быть движения? Катя может сделать оплату. Я могу выбрать сначала какую-то платежную систему для оплаты. Да, мы здесь, конечно, пошутили, выбрали такую стоимость. Катю сейчас не будем заставлять делать такую оплату на такие деньги. Но ты открой, ты можешь показать сделку, я же все равно могу выбирать способы и не оплачивать. Вот такую страничку увидела Катя, на самом деле, у себя на телефоне. Она может здесь выбрать один из этих способов. Вот эта скидка, которую ей сделали, она 150 рублей экономит, 1350 она может сделать. Вот она сейчас выбрала способ через Сбербанк, потом выбрала банковскую карту. Тем самым вы видите, что клиент мечется, не может никак оплатить. Сюда пишутся ошибки попыток оплаты. Это, например, ошибки о том, что там не хватило денег у клиента на счету или там этот способ какую-то ошибку отдал. Вы можете связаться с клиентом, помочь им довести этого клиента до реального платежа, до реальной покупки. Когда будет все оплачено, давайте вот откроем сделку. Вот видите, видно сразу, что просмотрено, но не оплачено. Или оплачено. То есть все статусы передаются. И вот смотрите, сколько здесь много разных заказиков, которые на самом деле были оплачены. Что мы видим, когда произошла оплата? Вот клиент оплатил через Сбербанк онлайн, оплатил полторы тысячи рублей, сразу же выбивается фискальный чек официальный, так как платеж полностью проходит в официальном режиме, компания белая. сразу же мы видим фискальный чек, который тоже в компании выбивается автоматически и сразу же падает клиенту в виде СМС-ки, либо падает в виде на этой же странице, на которой происходило оформление заказа. Здесь будет видно, что оплата прошла, и вот вам чек. Там в зависимости от оператора, через которого вы подключились. В данном случае оператор не отправляет СМС-ку, а отправляется внутри битрикса. Это история. У некоторых операторов СМС-ка приходит. Все, мы видим, что чек напечатан, мы видим, что деньги поступили, и вы видите их в компании, что происходит вообще с этим заказом и как он работает. Полностью идет взаимодействие, и вы видите, просмотрел он, не просмотрел он, взаимодействовал он, не взаимодействовал. Можете, вот этот клиент почему-то просмотрел, но еще не оплатил, то есть он сделал переход. Давайте посмотрим. Да, он его просмотрел, но даже не делал. Это было вчера. Да, то есть можно сказать, что это сигнал для менеджеров, что клиенту этому нужно позвонить и как-то напомнить о себе. Он вроде заходил на страничку, но не купил. Возможно, что-то его смутило, или он забыл, но самое время ему напомнить о себе. Либо есть какая-то договоренность, что клиент чуть позже оплатит, потому что заказ на 17 число, до 17 числа еще 16 дней, и клиент мог сказать, что вы мне ссылку скиньте, я чуть позже оплачу. И он может зайти позже оплатить. Здесь, опять-таки, вы в зависимости от ваших договоренностей сможете взаимодействовать с вашими клиентами и принимать оплату. Давайте удалим сделку, чтобы девчонок не смущать. Я отключаюсь, и мы идем дальше. Так, про сквозную аналитику мы рассказали. Про платежи. Еще раз, две основные настройки. Это CMS-провайдеры и платежные системы. Кассы. Платежные системы сейчас у нас доступны. Ю-кассы и робокасса. Как работает менеджер каждый день, мы тоже, Юр, с тобой уже рассказали. В целом, последний блок, который мы хотели затруднить немножко сейчас, потом на следующем вебинаре расскажем подробно, это про блок доставки. Конечно, когда все закрыто, доставка. Я видела, что многие компании начали делать доставку силами своих сотрудников на велосипедах, машинах и так далее. Когда все открылось, когда пандемия вроде спала, они перестали это делать. Но здесь, я думаю, что это, кстати, большое упущение, потому что, как мы с Юрой говорили раньше, мы меняемся, наши предпочтения меняются. Мы уже оценили, как круто работать с доставкой, когда тебе привозят все, что ты захочешь, домой. И те компании, которые продолжают работать и в оффлайне, и в онлайне, и доставлять своим клиентам, и выдавать им товары на месте, мне кажется, они будут выигрывать. Как можно сделать доставку? Первый способ, который сейчас уже доступен у нас в CRM BITREX24, это доставка через Яндекс.Такси. Зря ты отключил экран, насколько я помню. Да, зря ты отключил. Можем не показывать прям детально процесс, но суть в том, что менеджер, формируя вот эту платежную страничку, может сразу выбрать, что доставка товаров клиенту будет происходить через Яндекс.Такси. Это так же делается, в принципе, в принятии оплаты, вот как мы показывали. Здесь может выбираться, не знаю, какой-то товар, и здесь можно сразу выбрать Яндекс.Такси. В этой компании подключено Яндекс.Такси. Вы можете указывать, откуда забрать товар, и система его запоминает, и в следующий раз вас не заставляет это делать. Через некоторое время такой апдейт выйдет. Сейчас, к сожалению, нужно заполнять каждый раз, там были определенные ограничения в Яндексе. Сейчас выйдет обновление, которое позволит это сделать хорошо. Да, более того, выйдет обновление, которое позволит вызывать курьера на велосипедах с термосумками, с грузовыми автомобилями. То есть разный абсолютно тариф Яндекс.Такси мы поддержим. И, насколько нам говорят коллеги из Яндекса, именно доставка курьером будет самая выгодная. Мы ее отметим специальным знаком. Скажи свой адрес. Откуда доставлять я выбрал, а твой адрес я не помню. Я его удалил. Давай доставим на Елизаветинскую 3. Такие сложные улицы. Ну, наверное, правильно. Да, все правильно. После этого я могу нажать «Рассчитать». И если туда есть машины и есть стоимость, которую система смогла рассчитать, мы видим, что доставка обойдется в 198 рублей. Но, как сказала Катя, здесь пока нельзя выбирать способы. Здесь достаточно дорогой способ. И ребята меняли это в такси. То есть доставка аж обойдется в 198 рублей с той точки, откуда она будет отправляться. Но, в принципе, это не очень дорогая доставка, которой можно пользоваться и можно доставлять прекрасно. Причем сейчас ребята из Яндекс.Такси делают и подъем на этаж, и делают забор груза. И там у них есть и термосумки, если у вас товар специфичный. Плюс у них появились разные специальные тарифы, которые сильно дешевле. И вот мы ждем апдейта. Сам жду его с нетерпением. Вот, например, даже на моем портале пока нет этого апдейта, что я смогу вызывать более дешевыми способами. Да, и я немножко добавлю, что это та сумма, которая у вас будет списана с вашего личного кабинета доставки в Яндекс.Такси. То есть если вы хотите, чтобы, например, вы покрыли эту стоимость, клиент заплатил за доставку, вы можете менять стоимость, которая будет выставлена клиенту за доставку, как в большую сторону, так и в меньшую. Просто если вы поставите, например, 0 рублей, то есть бесплатно сделаете доставку для клиентов, получается, вы за нее заплатите в любом случае в своем личном кабинете Яндекса, но как бы клиент не будет платить за доставку, вы ему эту доставку подарите. То есть тут тоже зависит от вашей системы взаиморасчетов с клиентами. И Катя как раз говорит вот об этом поле, которое может редактироваться. Если я здесь поставлю 0, то я все равно заплачу за доставку, но клиенту это будет стоить бесплатно. И есть такая история, там типа от 5000 рублей мы вам бесплатно доставим, и вы берете эти расходы на себя. Либо вы можете ее округлить в большую стоимость. Я, например, знаю компании внутри Калининграда, которые делают доставку за 300 рублей, и они на этом даже на самом деле зарабатывают немножко. То есть вот так сделал, и все. Вы по-любому заплатите 198 рублей за доставку, но клиенту, если я сейчас ссылку отправлю, уйдет доставка 300 рублей. И тем самым вы перекрываете те расходы, которые делаете. То есть получается тоже эффективная история, вы даже немножко зарабатываете на этой истории. Но еще раз, это сумма предварительная, так как сумма будет финально рассчитана в момент доставки, упадет в сделку, кнопочка появится, чтобы можно вызвать было такси, когда вы ее нажмете, приедет машина в тот момент, когда она вам нужна, и вот в тот момент будет произведен расчет, сколько же обойдется вам доставка. Ну, обычно сумма там лавирует плюс-минус 20%, причем она может как в меньшую сторону выйти. Вот сейчас, ну, блин, реально достаточный такой час пик, 11 часов дня. Если сделать, например, доставку там в 4-3 часа дня, эта сумма может быть сильно меньше. А может быть наоборот, к вечеру, например, там к 18-19 часам больше, она может быть не 198 рублей, а там 250-260 рублей доставка обойдется. То есть вы в момент уже расчета будете оплачивать с вашего личного кабинета. Но самое главное, клиент получит доставку и получит деньги. Поэтому многие вот здесь сумму округляют, это специально для этого сделано. Вы понимаете, что в среднем вам доставка обходится, не знаю, там 250 рублей с вашей точки. Ну, вот вы ставите клиенту там 250 рублей. Все, клиенту уходит 250 рублей. Обойдется 198, вы вот раз заработали чуть-чуть больше. В следующий раз выйдет 255 или там 270, вы чуть меньше заработали, заплатили за эту доставку. Ну, у среднего вы выйдете на какую-то определенную сумму, которая для вашей компании будет постоянно и фиксирована. Вот так работает доставка, и так можно взаимодействовать с вашими клиентами и с вашими доставочками. Да. Заканчиваем наш вебинар, плавно подходим к концу. Я хочу последнее, что отметить, что так же, как Юра сейчас принимал от меня платеж по СМС, можно принимать платежи и по... Извините. Это я проматываю, чтобы... Я хочу на бонус. Хорошо. Так же, как клиенты могут оплачивать по СМС заказы, и вы можете отправлять им, точнее, по СМС заказы, точно так же можно отправлять их и в социальные сети. Такая же кнопка продажи в чате есть у нас в чатах в социальных сетях, сетей, то есть если клиент написал вам в ВКонтакте или в Facebook или в любой другой подключенной социальной сети, вы можете ему также отправить ссылочку на оплату, и он оплатит, не выходя из привычной его среды, не выходя из социальной сети. Да, это очень удобно. На самом деле платежи очень популярная история. Вы видели, когда я расшаривал клан, насколько много оплачивают таким способом. Это приятно клиентам, это очень удобно клиентам, и это очень удобным менеджерам на самом деле, потому что не надо курьеру объяснять, не дай бог еще наличными захотят оплатить, сдачу выдавать, еще что-то делать. То есть меньше заморочек для клиента и меньше заморочек для сотрудников, которые делают доставку. Не нужно терминал с собой брать, налов ввести или еще что-то делать. Все, он взял заказ, он уже оплачен, привез его, отдал клиенту и все. И клиент не заморачивается, привезут терминал, не привезут терминал, связь будет с терминалом, сможет он оплатить, у курьера будет сдача. Вот этот вот вечный геморрой, всегда приятнее сразу оплатить и просто не парясь ждать, когда привезут ваш заказ. Да, коллеги, и у вас не только, повышен уровень, я вас поздравляю как с этим, так и с первым днем зимы. Желаю всем продуктивного дня, продуктивного последнего месяца года, такого очень продуктивного, хороших вам продаж, хорошей работы с клиентами. Мы вам сегодня рассказали достаточно много полезного, много того, что вы можете использовать при продажах сейчас уже в вашем Битрикс24. Поэтому, если захотите, заходите на YouTube Битрикс24, там есть много вебинаров и про продажи, и про рекламу, и про сквозную аналитику. И пишите нам в комментариях в YouTube, если будут еще какие-то вопросы. Приятного вам дня. Всем приятного дня, всем пока. Пока.